Христос воскресе, дорогие братья и сестры! На библейском портале Экзегет мы сердечно вас приветствуем с этой удивительной радостью. И даже вот эта вот пасхальная радость, она выражается вроде бы, казалось бы, здесь должно быть что-то такое печальное, на самом деле это тоже радость радоница. Вот радоница, созвучно слово радость, потому что радость о воскресении Христовом, она простирается и на почивших. Вот начиная с Великого Четверга Страстной Седмицы и на Светлой Седмицы у нас не было в храме общих таких заупокоенных служб, потому что на Страстной Седмице все мы проходили вот путь страданий Христовых, переживали крестный путь Господа, Тайного Вечера, Великая Пятница, потом Великая Суббота и вот Пасха Христова, а это вот радость, которая все охватывает и поэтому, конечно же, для каких-то вот горестных таких вот моментов места не было, хотя на самом деле приоткрою вам секрет, что Церковь каждый день на самом деле поминает усопших и даже на Пасху, когда вот в алтаре заготавляются святые дары и совершается проскомедия, то мы, священники, не только живых поминаем, но и усопших у престола и у жертвенника, когда заготавливаются святые дары, то есть Таинство Евхаристии, оно всегда, это всегда жертва, на которой поминаются и живые, и почившие, потому что на самом деле у Бога-то все живы и вот как мы во время нашей земной жизни и когда родные наши живут близки, мы молимся за них Господу, то и когда они переходят в иной мир, мы не забываем, то есть мы не проявляем равнодушие, мы также молимся, потому что любовь, она непременно выражается в заботе, а духовная забота это прежде всего молитва, да, это желание, чтобы наши родные приобщились вечным благом, поэтому молитва-то она каждый день и поминание на литургии каждый день, но общее такое вот гласное богослужение, посвященное заупокойное, поминание заупокойное, начинается уже после светлой седмицы, а так как воскресный день, вот антипасха через неделю после Пасхи, фомина недели, она тоже такая вот торжественная, то вечером под понедельник получается тоже нет заупокойного богослужения и поэтому лишь в понедельник вечером и во вторник утром после светлой седмицы и совершается заупокойное православное богослужение, посвященное поминанию всех почивших и вот мы говорим рано и не сповторяем, что это некая вот такая радость, радость о воскресшем Христе и она для того, чтобы вот мы придя даже вот на кладбище, допустим, мы тоже сказали родные наши дорогие Христос воскресе и они ответят нам воистину воскресе, вот в Киево-Печерском Патерике приводится такой случай, когда, но это вообще было даже на Пасху, не на антипасху, не на радунице, а именно на сам день светлого Христового воскресения и романах вместе с иродиаконом он совершал кождение в пещерах, где покоились почившие уже преподобные отцы и он с радостью произнес, хотя вроде бы они все почившие, он с радостью произнес, святые отцы и братья, сегодня Христос воскресе и вдруг со всех сторон послышался радостный ответ воистину воскресе, да, то есть когда вот мы от чистого сердца с искренней молитвой приветствуем почивших этой вестью Христос воскресе, то они несомненно тоже нам отвечают, они слышат нашу молитву и эта молитва как фимиам восходит пред Господом, поэтому Господу и нужно обращаться, нужно молиться и в этот день обязательно помянуть наших почивших. А помянуть это что? Вот к великому сожалению люди все вот перетолковывают, все искажают и зачастую поминание усопших превращается в что? Ну вот выпить там рюмку водки, да, как бы человеку плохо, горько на душе, если кто-то умер, и вот он думает, что выпьет, вроде как ему станет легче, это самообман, другие вроде бы пытаются как бы более такая, ну сглаженная такая вот, более подходящая думают они традиция, это когда на кладбище идут и на могилках оставляют какие-то продукты, в том числе, допустим, крашеные яички вот пасхальные, куличи, пасху, это тоже совершенно бессмысленно, потому что Царство Божие не пище и питье. Наши почившие, они не нуждаются в том, чтобы мы их подкармливали чем-то чувственным, они уже разрешились, освободились от всего чувственного, и мы по нашему вот соучастию к нашим почившим должны тоже в этот день как раз освобождаться от чего-либо чувственного, ни в коем случае не удовлетворять своей низменной страсти, там, выпивкой, алкоголем, не оставлять, не ставить на могильные холмики какие-то продукты, а лучше вот этими продуктами и пасхальными яствами, пасхами, куличами, яичками поделиться вот с неимущими людьми и попросить их помолиться тоже о почивших. Вот это прекрасная такая традиция, которая жила на Руси вплоть до революции, когда ходили вот на Радоницу, молились, а куличами угощали неимущих людей, потому что такие люди действительно, им нечего было кушать, не надо думать, что все нищие это какие-то профессиональные обманщики, ты вот угости его и попроси, чтобы он тоже помолился, помолился о твоих почивших родных. И такая молитва, она имеет огромную силу пред Богом. Это вот в советское время, когда запретили нам Пасху, когда храмы во многих местах были закрыты, то люди вот сами начинали как бы вместо храма ходили вот на кладбище, да, вот несли с собой куличи. Ну что ж, такое было время, да, хотелось тоже как-то встретиться с теми, кто перешел в иной мир, вместе с ними прославить воскресшего Господа. Церковь специально не накладывает никаких запретов. Собственно говоря, даже если вот на Пасху пришел человек на кладбище, да, или проходил мимо кладбище, то ничто не мешает тоже воскликнуть «Христос воскресе, дорогие наши родные», но в целом этот день, вот эта вот встреча, она установлена на День Радоницы. И вот в этот день сами песнопения заупокойные, они сопровождаются пасхальными песнопениями. «Пением Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав». То есть Спаситель тем, кто пребывает во гробах, Он дарует им жизнь. И смерть после воскресения Христова — это что? Это всего лишь сон. А раз сон, то, значит, они пробудятся. Рано или поздно они тоже воскресны. Ну, вначале мы тоже уснем этим сном, перейдем к ним, и мы тоже будем нуждаться, чтобы кто-то молился о нас. Вот у меня есть один такой вот знакомый, молодой человек, Сергей, он тоже вот в Сергиевом Посаде живет, да, тоже его небесный покровитель, преподобный Сергий Радонежский. И у него вот мама очень благочестивая, она вот уже перешла в иной мир, Татьяна. А до этого отец, отец почил, но была какая ситуация, что отец его в свое время бросил эту семью, то есть увлекся какой-то другой женщиной, и не был он особо человеком таким религиозным, вот, перешел, в общем, оставил их и жену, и сына, ушел к другим. Ну, а когда он сильно разболелся уже в пожилом возрасте, то он оказался не нужен там, куда он перешел, да. И происходит некое такое вот чудо евангельско-христианской жизни православной, то, что его принимает обратно вот его супруга Татьяна, когда он сильно разболелся, был перед смертью, то есть там вот любовница и так далее, ее родственники, они его отвергли, больного, умирающего, но его принимает обратно именно его жена, которую он когда-то оставил, Татьяна, она за ним ухаживает, она его поддерживает, и благодаря ей он как раз перед смертью исповедуется и причащается святых христовых тайн. И вот он умирает, то есть расстается с нашим видимым миром, а о нем молится, молится в частности вот его сын Сережа, и вот потом он рассказывает такой, что я, говорит, прихожу, ну, а он молится каждый день, вот и в храме подает поминания о упокоении, и панихиды, все вот эти вот положенные службы опочивших, и вот он рассказывает, что я вот прихожу как-то домой, и вдруг вижу в комнате папа сидит, вот прям как живой вот на диване сидит, я подхожу, говорю, папа, а ты разве не умер? Он говорит, нет, сынок, я живой, я пришел поблагодарить тебя за то, что ты обо мне молишься. И после этого вот Сережа говорит, уже раз, я ничего не вижу, то есть как будто не был. То есть вот так почивший отец, он пришел его поблагодарить, поблагодарить своего сына за то, что тот молится, за то, что он заказывает в храме поминания о почившем отце, то есть это имеет огромную силу, и вот для вот этого сына, вот для Сережи, это тоже стало таким утешением, то есть тут явно проявилась, конечно, Божья благодать, ну и, конечно, мы вспоминаем, что и подвиг его мамы, которая вот так вот не отвергла, многие там ругаются, проявляют ненависть, а Христова любовь, она исполняется даже к врагам, самых чистых, искренних чувств, и тогда враги преображаются, и вот начинают справляться, и потом их вымаливают, и в этом как раз сила-то евангельского благовестия, в том, чтобы спасать всех, и спасать в том числе тех, которые перешли, в иной мир, молиться о них. Вот в Священном Писании, в Ветхом Завете, это вторая Маковейская книга, мы читаем про то, как братья Маковейские, они вели такую вот борьбу против захватчиков, поскольку там язычники пытались завладеть Святой Землей, и вот в частности упоминается Иуда Маковейский, и после одного из сражений погибли ряд вот сподвижников, воинов Иуда Маковей, и потом, когда решили брать их тела, перенести, то вдруг обнаружили, что у них под одеждой были языческие принадлежности, которые они взяли, ну, в общем, вещи, принадлежавшие идолам, запрещенные законом, Ветхим Заветом, священным законам, и тогда, во-первых, поняли, что Господь попустил их смерть, вот именно потому, что они где-то вот уклонились, оказались неверны, но дальше что? Дальше сказано буквально, повторим, это Ветхозаветные времена еще, даже тогда уже не забывали почивших, и обратились к молитве, прося, да будет совершенно изглажен содеянный грех. То есть Иуда Маковейский и его сподвижники, они молятся за почивших, чтобы им прощен был их грех. Ну, и также вот Иуда увещает народ, чтобы все воздерживались от подобных поступков, чтобы не пытались брать себе посвященное идолам, а потом еще они сделали такое приношение в Иерусалим, чтобы принести, сказано, жертву за грех, причем за грех почивших именно. И, читаем мы в священной книге, «И поступил Иуда весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресении». Вот это главная мысль, что мы вымаливаем наших почивших родных, приносим за них жертвы, ну, тогда вот были это кровавые жертвы, а теперь бескровная жертва, евхаристическая, и тогда тоже поминаем почивших, потому что мы помышляем о воскресении, зная, что все воскреснут. Воскреснут все, но в каком виде воскреснут? Потому что явно будут дела каждого, и одни в светоносных ризах восстанут, а если не раскаянные были грехи, и никто не вымаливал, то такой человек воскреснет в каком-то безобразном, гнусном виде, по подобию каких-то там страшных демонов, пойдет с ними вместе в ад неугасимый. И вот чтобы этого не было, чтобы добро побеждало, чтобы свет торжествовал, мы вымаливаем наших почивших родных. Иуда Маковейский, он помышлял о воскресении, сказано, «Ибо если бы он не надеялся, что павшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых». Да, вот такие интересные вещи написаны. То есть уже тогда существовала вот эта вот традиция молиться за почивших, а тем более в христианской церкви, потому что есть любовь к ближним, есть сострадание к тем, кто перешел в иной мир. Они и для нас остаются живыми, они не исчезли для нас, поэтому как мы молились о них, покуда они жили, мы молимся также о них, когда переходят они в иной мир. И вот как упомянутый случай вот с этим вот Сережей, Господь иногда явно дает такое вот откровение, показывая, что молитва бывает услышана и что она спасает почившего. Ну а на праздник Радоница, это именно праздник, потому что поются пасхальные песнопения, и мы таким образом с нашими почившими, родными, близкими, да и вообще с почившими христианами разделяем общую радость воскресения Христова, Спаситель победил смерть для того, чтобы души, минуя ад, восходили к небесному царству. Он являет нам свет вечной жизни, вот дай Господь все нам приобщиться этому свету и думать не только о себе, не только о себе молиться, чего-то вот просить у Бога, но самая правильная, самая чистая пред Богом молитва, это молитва жертвенная, когда ты молишься о ком-то, забыв о себе, вот в частности о почившем, они тебе ничем не могут воздать, они тебе не принесут ничего вещественного, не дадут никакой денежки, того же самого куличика тебе не преподнесут, а ты вот искренне по любви молишься о них, и за это Господь наделит тебя своей благодатью. Но самое главное, это вот наше общее такое торжество, радость о Христе воскресшем, потому что двери ада разрушены, врата в рай открыты, и все мы вместе с нашими почившими родственниками, со всеми почившими православными христианами, едины Церковью Христову, потому что только формально разделение на небесную и земную Церковь, Церковь Единого Христа, у Бога все живы, все мы торжественной песнью возглашаем нашему Господу величественную песнь, песнь благодарственная, а друг к другу взываем Христос воскресе, воистину воскресе. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok